всем привет друзья вы у меня на канале с вами сергей рындин рад вас приветствовать и решил сделать декоративный камень решил сделать его из утеплителя их много разных бывает плексы вот эти это пеноплекс там этот по моему не пеноплекс это другой как-то называется техноплекс но их полно разных плексов этих которых одну делают вот такой утеплитель двоечка вот обрезал я с него 50 на 50 формы хочу сделать панель виде декоративного камня что именно буду здесь делать сейчас сделаю размечу где-то по 10 сантиметров постараюсь рассказать обо всех тонкостях нюансах именно ну если у меня получится не знаю потому что буду экспериментировать с этим техноплексом вот не знаю вообще получится мне или нет поэтому ну думаю будет интересно потому что задумка у меня такая неплохая в этом плане сделать из него панель виде декоративного камня чпу станка у меня нету у меня такая мастерская можно сказать нищая поэтому все буду делать обычным канцелярским ножом и думаю просто лезвие потому что ножом не везде подлезет чтобы вырезать всю фактуру буду вырезать ножом ну раз видео на канале значит что-то у меня получилось начинаем так разлинею сейчас по 10 сантиметров от меточки сделал обычным карандашом вот они он оставляет следы такие вот такая получилась у меня разве не раз линейная решеточка пена на нанести рисунок которая буду вырезать уже это это уже кому как нравится но я захотел вот такой вот камень какой-то сделать приблизительно вы можете все что угодно вот я два камушка разлинею видите вот и теперь вот так вот полностью всю разлинею вот получилась такая фактура теперь буду ее вырезать получится вот один камень и вырезал 2 час 3 камень вырезаю сделал разлинеечку такую по ним что было понятно где резать и обычным канцелярским ножиком вырезаю потихонечку одно дело разлинеете второе дело когда уже делаешь рельеф там сложности много получается процесс долгий вот такая фактура вот ну что в голову пришло то и на чирикал не брал определенно с какого-то камня можете посмотреть поискать такой фактуры нету вот вырезала такие камушки все сделал ножичком думаю всем видно все понятно вот что я думаю дальше сделать ушло где-то мне 45 часов на это вырезал обычным канцелярским ножом и плюс отдельно еще лезвием просто одним обычным канцелярским удобнее было подлазить когда плоские грани срезать чем обычным ножом вот жесткие получались стыки вот этим можно было уже придать фактуру чтобы он нормально стыковался думаю сделать сейчас на длинных камнях стыки именно не сделайте как панели иначе она будет стыковаться некрасиво будет стыков при стыке выглядеть чтобы она пошла уже монолитом я сейчас сделаю одинаково отступлю вот на длинных камнях их вырежу именно сделаю выемки чтоб он с как бы соединялась эта панель в паз сверху хочу обработать какой-нибудь латекс на ли конь поклевочкой может финишная мышла что придать немножко уже фактуры именно не утеплитель эту фактуру придать а придать именно фактуру уже более естественного камня поэтому я думаю сейчас покрой шпаклевкой попробую не знаю что получится конечно тоже долго придется мучиться потому что чтобы повторить все контуры вот потому что ну сами видите вот видите контуры по крайней мере вырезал долго и я думаю что шпаклевка еще дольше придется покрывать начал покрывать акриловой шпаклевочкой так вот получается так весь камень надо проходить вот пока что вот так потом еще почищать буду таким вот резиновым шпателем делаю и шпаклевку такая марка не важно акриловая шпаклевочка и вот таким манером вот все прохожу аккуратненько хорошо пропитывает пеноплекс ну вот так у меня получилось вот такая штука раз прошелся акрилова не знаю подсохнет она может быть что-то шкурочкой пройду еще или покрою еще второй раз посмотрю если будет как бы все равно какие-то поры остались если еще от пеноплекса то может быть еще раз пройдусь еще разок акриловой шпаклевочек вот такая штука у меня получается пока что конечно при подыму чтобы вам показать как бы саму сам рельеф что я делаю рельеф еще раз говорю взял из головы но вот захотелось вот так вот сделать более сглаженный такой камень и очень сильно ярко выраженную фактуру мы посмотрим может еще вот пройдусь говорю еще раз может пройдусь шпаклевкой латекс на они латекс на акриловая может еще чуть более сделаю такую ну немножко как не пористая немножко рыхлую как немножко фактуру ну посмотрю сейчас она подсохнет первый слой потом будет дальше видно застыла поклевочка шаг прошел по немножко ее конечно в принципе получилось она не берется ни к рукам не все хорошо так пропитался пеноплекс акрилом вот видите с этой стороны такой серенький с этого такого беленький вот края сделал так но это не столь важно именно края мне вот особенно не важны именно верхняя часть фактуры в принципе убрал все какие там всевозможные катышки буду теперь делать форму решил приклеить на обычный герметик вот я думаю никуда он не денется с формой плюс можно будет этим герметиком пройтись нормально основания под застыл мне герметик поэтому сейчас пройдусь все герметиком края отметил нанес герметик приклеиваю прозрачный герметик ковчуковый есть лишний герметик убираю получилось у меня вот такая рамка собрал речками вот сейчас буду вот сюда сделаю вставочки для экономии полиуретана сделаю из того же пеноплекса получится сделал такие штучки сюда вставочки приклеил вот ну что надо делать заливочку в принципе все готово самый ответственный момент каждый раз когда делаю эксперимент всегда всегда сильно переживают ну в принципе все подождем 24 часа и посмотрим что у нас получилось снял я борта сейчас посмотрю уже вместе будем смотреть что получилось утеплителя спокойно вроде отходит не особо она не нужна в одном экземпляре это первое там потом буду смотреть у меня еще преломление было на углах она прям самим акрилом подорвалась как раз но ничего страшного так в принципе в принципе все отлично это чаще попробую сама немножко полежит сделаю попробовать девочку посмотрим что получилось а так в принципе он хорошо пластами убрался этот акрил вот получилась такая форма будем делать первую отливочку г-5 гипс марки хобес я использую но у меня сама 5 килограмм гипса добавляю добавку нео гипс на 5 килограмм 35 грамм то пластификатор 35 грамм вот на 5 килограмм положили теперь это на сухую перемешиваю добавляем получается 2 килограмма воды и всю эту массу перемешиваю уже так ну что заливаем в принципе смесь размешал пластификатором смесь сами видите льется хорошо не нужно ее туда сильно там разглаживать получается отлично как раз 5 килограмм сделал как раз отлично было бы наверное если бы на четыре с половиной развел было бы хуже но так как раз можно было 5 5 200 5 300 было вообще шикарно вытекает видите нормально все ведро определю и по краю в принципе все ждем пока застынет посмотрим что у нас получилось и получилось ли вообще что-то я всегда так панели расформовываю а по есть первая панелька готова вот камушек цвете конечно покажу попозже чуть-чуть сейчас не главное сейчас ты ковка как они поднял как две панели будут стыковаться вот эта толщина где-то 1 8 сантиметра толщина в принципе для панели нормальная толщина чтоб она не ломалась что было нормальная хорошая плюс она уж на уменьшение идет на швах толщина получается вот ну если смотреть на природу швы которые декоративные дел вот в принципе ничего такая отличная панель получилась так сейчас залью вторую потому что надо мне главная стыковка как она будет при стыке смотреться надо теперь застыковать попробуем что получилось вроде бы краешки почистил краешки вроде почистил вот так вот так отлично отлично пойдет отлично большего я и не рассчитывал все равно эти все стыки надо заделывать будет между ними на стене сейчас покажу вам поближе вот такая стыковочка как раз шовчик нормально отлично как раз как раз именно по стыковке супер чтоб был зазор чтоб можно было ее регулировать что-то выше ниже отлично так вторую сторону сейчас попробую так вторую сторону сейчас попробую то же самое тут даже еще лучше более под ней так по грани ровно тоже по стыку отлично все вообще супер сейчас покажу вот так тут по стыку нормально как раз толщина шва то что надо когда ее клеить монтировать клей сюда будет выступать и шовчик этот заполнять и получается вообще просто бомба потом именно ну если кто монтировал панели знает как это делается а на камушке он выступать будет сюда при монтаже клей вот а потом его счистить когда он подсохнет чуть-чуть и все и будет супер так что вот так вот у меня получилось друзья вот две панели пол стены ну 0,25 получается квадрата делом вот если ее в общем вот получается вот такая панель прикольно не знаю мне понравилось классно получилось конечно может покажу вам в цвете конечно соберу хотя не знаю надо ли так что потом не говорили опять момент покраски не показываешь вот хотел вам показать как выкрашиваю легко и просто развел в банке коричневый с желтым пигменты 2 и обычной кисточкой беру и выкрашиваю вот так вот его также его можно и покрасить будет эти панели на стене спокойно той же кистью обычная а потом придать теней и вскрыть акриловым лаком и будет камень супер ну по крайней мере это на мой взгляд там конечно у всех свои конечно же прихоти в цвете в покраске ну вот например если взять я говорю простой самый способ обычная кисть пигмент разведенной в воде вот такой вот получается вот такая масса вот и наношу швы видите сразу отбиваются темным из-за покраски если сейчас еще его немножко состарить обычной губкой то вообще будет красота просто вот обычной кистью никаких пульверизаторов как раз поэтому форму выкрашивать ну панели это и не надо потому что вы будете все равно вот они стыки видите они темные в принципе они не отличаются от этих стыков а если когда вы будете при монтаже выходит клей получается сюда ну клеили на что вы там будете монтировать и получается именно то что получается шов шов будет заполняться сама ну а потом его проходить как чуть подсохнет вот такой камень у меня получилось друзья сделать из пеноплекса ну и не из пеноплекса с утеплителя это у меня был не пеноплекса как же он называется блин забываю постоянно техноплекс вот вот так вот я его выкрасил цвет кисточкой за пять минут вот получился вот такой цвет теперь можно взять губку обычную сейчас возьму вот обычная губка ее смочил в воде отжал и погнал даже цвет получается после покраски если даже где-то и да не в принципе отлично получилось желтый с коричневым два пигмента смешал если вы по цвету потом опять будете меня спрашивать какой цвет сколько чего смешал ну я не записывал на ведерке смешал один и то чтобы вам показать сейчас если конечно вы будете стену то ну делать большой объем то конечно лучше записать цвет именно какой у вас получится во первых надо подбирать берете какой-нибудь отдельный камушек и подбираете себе что что вам именно надо вот получился у меня вот такой вот камушек камушек камень называйте кто как хочет я уменьшительно ласкательно может называю потому что это мое творчество оно мне так нравится я просто балдею от этого друзья вот поэтому вот получилась вот такая красота спокойно можно сказать за сколько ну где-то за час вот я залил и покрасил получается но две панели где-то она с пластификатором чуть дольше схватывается где-то ну минут 25 вот так вот это получается пол квадрата стены вот квадрат соответственно можно сделать ну если вы не говорю что красить а именно делать то квадрат можно за полтора часа можно сделать квадрат именно стены не напрягаясь вот на эту панель у меня шло получается на одну панель 5 килограмм гипса пластификатора пластификатора 20 грамм по моему не 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 20 30 грамм 30 грамм просто пластификатора вот и два килограмма воды на одну панель ну пластификаторный гипс соответственно у каждого пластификатора своя получается расход свой поэтому вот я цена гипсом делал получилось вот так вот ну кому понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте ну а так всем пока